Этот сюжет будет полезен всем автомобилистам без исключения. Фактически вы сейчас будете смотреть видеоинструкцию на тему ДТП, где виновник пьяный водитель. Смотрите внимательно, вы не пожалеете. Я бы сказал, этот сюжет настоящий триллер с интересной, неожиданной концовкой. Поэтому я вам предлагаю поставить сейчас авансом нам палец вверх. И если вы не подписаны на наш канал, подписаться на него обязательно. И оставить комментарий в процессе просмотра этого видео. Обязательно по каждой из возникшей ситуации в нем пишите комментарии свои. Чем больше вы их напишите, тем лучше будет продвигать YouTube наше видео. Здравствуйте. Это дорожный контроль Воронеж. Да, 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 все верно. Скажите, пожалуйста, извините, что у вас беспокоен. Тут произошла такая ситуация при ДТП, то есть поменяли водителя. А в каком городе это? Воронеж. Так, а что значит поменяли водителя? Ну, один был за рулем, то есть он въехал в моего друга, вот, через встречки, вот. А он трезвый или пьяный? Пьяный, пьяный. Лично видели, что пьяный, да, вот. Так, а гаичники там приехали? Приехали, да, и они говорят, что мы ничего не знаем. Не, вы подожди. Комиссары увезли. Кто куда увез? Комиссары? Да, а другого, другого. А почему вы допустили это? А я говорил полицейским, что... Да послушайте, что вы говорили. Чтобы говорить, и чтобы предпринять какие-то действия, вы слушаете или нет? Айо. Слышите меня? Да, послушайте. Послушайте, чтобы был какой-то результат, нужно предпринять какие-то действия, а не просто ходить говорить. Скажите, вот ваш друг был за рулем, он видел, что тот управлял, правильно? Видел. Кто еще видел, что тот управлял? Алло. Кто еще видел, что тот управлял? Кто еще видел? Ну, есть свидетели, там переписали номера телефонов, есть свидетели. Послушайте, вот почему вы ни к инспекторам не подошли, не включили видео на телефоне и не сказали? Да подождите, да хоть десятый раз, хоть никогда не было. У вас ситуация возникла. Включите видео и подойдите. Вот, вы видели кто. Это не тот, это не водитель. И гаишники не должны оформлять. Должны вернуть, аварийный комиссар, значит, должны были зафиксировать, кто увез, чтобы его привезли обратно. Это не тот водитель. Вы должны добиться, вы должны добиться, вы должны включить первое. Вы должны включить видео, подойти к инспекторам. Водитель должен об этом сообщить, сказать, что тот, кто сейчас оформляет с кем ДТП, якобы тот водитель. Он не является водителем, так как я видел, кто совершил со мной ДТП. Я видел, что он в состоянии опьянения, потому что имеются признаки. При сотрудниках вы его увезли? При сотрудниках, да. Значит, при вас увезли водителя, реального пьяного. Вы бездействовали. Я прошу прямо сейчас принять меры по возврату водителя, который там должен быть. И все это писать на видео. Там гаишники сейчас оформляют? Да, да, они здесь на месте. Они сейчас там оформляют. А где это произошло? На Минской. Скажите, пожалуйста, фамилии сотрудника подойдите еще к сотрудникам. К сотрудникам подойдите и спросите фамилию. Вы водитель, это вы его возили? Говорят, никого. Вы слышали, что я сказал? К гаишнику подойти и спросить фамилию. Ага. Ну... Ладно, сейчас, извините. Ты только что звонил. Скажи, пожалуйста, а по какому адресу вообще это все происходит? Минская, 19. А там что там вообще рядом? Часть, часть ФСО. ФСО военное. ФСО военное. А это как по Ленинском проспекту, если от Астужего ехать, налево поворачивай, да? Совершенно верно, да, совершенно верно. А что там у вас там сейчас происходит? К сотрудникам подходил, почему такая ерунда происходит? Один, ну, я бы ничего не знаю. А мы вот этого увезли в больницу. Вот. И мы не можем... Сейчас, разорим, жена поехала, чтобы его привезли сюда. Но уже, кажется, получается, поздно. Вот сейчас я в МВС, чтобы меня не слышали. Да ладно, ну что страшно, что там? Там получается уже поздно, потому что аварийные комиссары уже увезли этого мужика, который был пьяный, который был водителем. А кто там есть, который увозил аварийный комиссар на месте этот? Нет, уже уехал. И аварийного комиссара... Нам аварийного комиссара этого нет там, правильно понял? Да, да. А гаишники видели, что вы говорили, там, знали, что это водитель этот... Да, вы говорили, задержите его, задержите его. Что это водитель, что это водитель. Вы говорили гаишникам? Да, да, говори. А они что на это ответили? А они сказали, мы тут... У нас нам сказали, что... Нам сказал, назвался он водителем, и все, вот, который... Которого они оформляли. Я так понял, что они бывшие сотрудники. Вот. Я так понял, что они бывшие сотрудники. Понимаете? Вот. Я просто здесь живу, я знаю, куда-то долгим. А записи регистратора вообще ничего нет? Да нет, у нас регистратора у него не было. Регистратор у него вот. Жена моего друга снимала на телефон. Я не знаю, что там у него получилось. Ну, на телефоне она что-то снимала? Да, да, да. А она там на месте сейчас? Нет, она в больницу за моим товарищем поехала, чтобы... Вы можете с ней сейчас связаться, когда они приедут? А когда они приедут, Горловин сказал, что башку привезет. Ему венген делают, но там за нами начали терять. Вы спросите, когда они приедут. Можете уточнить им, позвонить? Позвонить, спросить, когда они приедут. Ну и мне перезвоните. Хорошо. Все, давайте, я жду звонка. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Здравствуйте. Здравствуйте. Поехали за водителем. Пойдем сюда. А где пьяный водитель, который совершил ДТП? Увезли которого? Увезли? Да. Водителя? Нет, нет, нет. А пьяный водитель, которого увезли? Приваз. Еще раз объясняю, вот этим будет. Серьез, знаешь, что... А мы с вами общаемся, да? По прибытии, вы водитель вот этот, как он утверждает. Вот он. Смотрите, подождите, можно задать вопрос? Вот, смотрите, вот очевидец. Вы вместе ехали? Нет, нет, нет. А, подождите, вы приехали... Пострадавший, когда мы приехали, показал на другого человека, который был за рулем. Подождите, вы мне звонили, правильно? Да, я вам звонил. Значит, смотрите, получается, ваш друг пострадал? Да, да, да. Вы с ним ехали? Или вы приехали? Вы пришли, он вам сказал конкретно, кто? То есть вам показали. Вы об этом подошли инспектору, сказали, что водитель тот, которого сейчас увозят. Да, да. А что инспектор, вот этот вот реагировал? Или какой другой отреагировал? Они сказали, что водитель вот этот, который предоставил вам документы. Они это кто? Сотрудники. То, что он продошел, сказал, что он водитель. А то, что говорят водитель и его товарищи, что водитель совершенно иной лицо. В данном случае вот этот человек, он не является свидетелем. Свидетелем сейчас ожидаем. Не, не, он к нему приехал. Так вы должны были все предпринять меры. Мы приехали. Мы вам говорят, а на тот момент был? На тот момент был тот водитель? Да, да. И он говорил инспектору, что это вот тот водитель? Ему плохо. Он скорый был. А в какой, а как вы тогда узнали, что тот водитель? Мы приехали, как раз водителя забирала скорая. Нет, пострадавшего. Пострадавшего. А который уехал. Следом его увез сотрудник. Вот в этот момент был здесь пострадавший? Когда вы возили, нет, пострадавший уже был водитель. Нет, нет, смотрите, случилось ДТП. Оба водителя на месте. Да. Сотрудники уже потом приехали сюда, оба водителя были на месте, правильно? Да, были здесь. Оба водителя. Вот и вопрос. Значит, когда оба водителя были на месте, сотрудники были на месте, Говорил ли тот водитель, пострадавший, что вот этот водитель, виновник пьяный вот этот, был? Рядом не находился, не могу сказать. Он показывал на него рукой. Вот вы были здесь в этот момент? Он на него показывал рукой, да. При сотрудниках? Нет, сотрудников не было. Они рядом с машиной, там стояли сотрудники. И без сотрудников его услышали. Как это все было, мне чтобы понять? Сотрудники бездействовали. Как вот это все было? Сотрудники занимались оформлением каких-то документов. Оформлением каких-то документов. Так вот, в какой момент сотрудники бездействовали или нет в итоге? Или они не знали, что увозят водителя? Они не знали. Так вы мне говорили по телефону, что я ехал не просто так, я думаю, сорвался. Что сотрудники здесь при делах или не при делах они? Мы говорили, что увозят водителя. Почему вы тогда дали? Ладно, сотрудники, значит, не при делах здесь. Значит, следующий момент. Почему вы дали уехать этому водителю? Но как я могу догнать? Мы вообще не ожидали, что... Я же вам объясняю, что увидели. Если вы видите, если вы видите, что она... Как держать? Я не знаю, что это... Уезжая, тем более, эта комиссаровская, где она? Вы запомнили эту рожу? Нет. И на какой машине он был? Запомнил, Серёж. Гранта, по-моему. А номер её? Нет, его номер... Неужели вам было сложно его взять и этого... Этому кидать по роже и сказать, чтобы никто не уехал? Я просто... Есть. Ну, есть какие-то видео? Ольга, там в телефоне. В итоге, получается, как можно сейчас оформить... А кого предлагает, где тот водитель? Вот водитель Нива, как он говорит. Вы водитель Нива, то есть вы совершили ДТП. Вы понимаете, что за лжесвидетельствование предусмотрена ответственность? Ну, я уже понимаю. Вы понимаете? То есть вы утверждать будете дальше, что вы управляли? А если имеется видеозапись того, что Нива управляли, что вы скажете? Вы понимаете, вас посадят. Ну, я знаю. Мы забрали. Ну, так скажите, так вы готовы сесть за это? Готовы сесть? Да, он забрали. Ну, я за рулем. Вы за рулем были? Он писал или не за рулем? Ну, сейчас приедет сюда... Сейчас в итоге, получается, что вы оформить это не можете, потому что то лицо... Почему? Мы оформляем ДТП. Ну, а не, вы оформляете, я имею в виду водителя. Он реально, получается, если не водитель, если тот скажет, что не водитель. Он же видел, кто был за рулем? Да, видел. Опять же, как мы со словом. Вот он говорит, что я водитель. Вот, предоставка водительская, свидетельство страховка. Оказывается, даже у него вписано. Не знаю, в электронном виде вы его говорите. Я не увидел, если честно. Да, электронный. Сейчас должны прийти свидетели, которые, да, мы им дадим объяснение, потому что они написывают материал тела. А свидетели где? Пока нет. Мы приехали в больницу. Вот они должны приехать. Надо бы поторопиться. Да, да. Нам ждать водитель сестраина, потому что он пострадал. Ну да, я понимаю. А что у него? Освидетельствуем про водитель. Он начал сознание телевизор. А у него, он еще есть... Привет, ушиб у него сотрясение. На любом освидетельствовании про водитель. Освидетельствуем. Но дело в том, что если сейчас приедут, что скажут, да, 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 и приедут сейчас скажут, что он не водитель, то какое освидетельствование вы ему вообще даете? Там сколько ДТП получится? Потому что водитель, в итоге, который реально управлял его, не был уже на месте? Не установлено. Не установлено. А собственник транспортного средства вы являетесь? Не вы. Не вы. Он это кто? Тот, кто уехал? Да, да. Да, да, да. А, все-таки... А почему он уехал? Пьяный? Да, 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 да. Вот видите, вы раскололись только что. Да, 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 да. Вы только что! Сколько вам лет? Вы понимаете? Мам, мне стыдно вот врать. Вы взрослый человек. Вы только что раскололись. Теперь инспектор понял. Есть сомнения в отношении вас. Так что... В его случае сейчас, видите, опросит. Да, в его случае. Есть видеозаписи, но приложите. Видеозаписи на самоте разбирался с этим. Вопросов, я думаю, там на видео будет видно. Так что вы позвоните, пусть едет сюда обратно. И будут, иначе будут у вас проблемы, вы понимаете, посадят. Тем более вы уже, мы зафиксировали, что вы только что подтвердили, что тот уехал. Вы только что спалили всю контору. Так что все уже. Раскололи мы вас, видите, на раз и два. Ребята, огромное вам спасибо. Вообще. Вот это да. Огромное спасибо. Молодцы, парни. Молодцы. Я, честно говоря, удивлен. Зачем вам эти проблемы? Вообще. Сидели бы себе домой. Выпил человек, пусть сам несет ответственность за свои поступки. Тем более так всадить. У вас есть вообще дети? Правильно? А вот не дай бог, ваши дети бы здесь пострадали. Не дай бог, ваши дети бы пострадали. Ну, как вот пьяным за рулем ездить? Вы против этого? Да. А зачем защищаете пьяного друга? Это друг вам? Да. Друг? Или сын? Дом? Друг просто? Да. А почему он выпил? Он бывший сотрудник, что ли? Не знаю. Похоже, да. Похоже, да. Ну, вы звоните ему, вас уже оформлять не будут. Я не знаю, телефонничек. А, вас просто попросили, вы приехали? Или как это было? Я живу. А, не позвонили, вы пришли, правильно? Да. Я понял. Ну, видите, как все. Так что, вы идите домой. Ну, хотя нет, вам здесь придется теперь оставаться. Потому что, вы теперь свидетели. Вы теперь свидетель по делу будете. Товарищ инспектор, я прошу прощения. Потому что он только что сказал на камеру, что он не имеет никакого отношения. Он вообще, его просто пригласили. Его просто оттуда пригласили. Так не вы поздрек, правильно? Ну, а чем вы ходите? Ну, вы или не вы? Нет. Не он. Зачем тогда расписывать за эту схему? Пошел, быстрее сюда. Я вас спросил. А так? Да. Одежду. Тот, кто ехал. Не знаю. А кем он приходится? Ну, он просто позвонил, подойди, раз рядом живешь. А как зовут его? Его имя Виктор, а фамилия? Не знаю. А телефон его есть? Да нет. Ну, раз он звонил. Как зовут его? Виктор. А, собственно, кто? Бориславский Виктор. Бориславович. О, Бориславский Виктор. Бориславович. 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 А, подожди, подожди. Бориславский Виктор БОЛЕСЛАВОВИЧ. Ну, товарищ, скажите, пожалуйста, он же вам звонил на телефон? Я бы мне друг попросил. Давайте там друг позвоним. Можно другу позвонить? Узнаем. Пусть другу, пусть привозят. Пусть Кривого этого привозят. Оформлять будут. Ну, это... Я даже не знаю номер здесь. Вы по старым номерам. Вам же никто, наверное, не звонил. Позвоните, кто вам звонил. Жена звонила. Один, переписываем. Скрыто. Мы не будем писать этого дедушку. Тем более он говорит, что Виктор собственник. Почему? Объяснение. Объяснение, что там было-то. Вы отказываетесь от этого объяснения? Ну. Что теперь делать? Поддержите и рвите его. Вы права. Отдадите мне. Подождите права. Вы в этот момент где находились? В машине или дома? Нет, я дома. Попросили. Короче, вы не ехали, правильно? То есть вы вообще не присутствовали? Увидели вот это все и пришли. Пьяного защищают, но совесть-то есть. Ой, теперь вы извините. Хорошо хоть признались? Ну и... Пишите. Ничего страшного, запикаю. Пишите. Их, Владыч, можно. Два. Так, нужен я сейчас. Вот это да. А вы мне не поверили в связи сначала? Да я даже не поверил. Я просто неправильное действие провели. Все нужно по порядку, все последовательно, все правильно делать. Что, объяснили, я уже все разорвлю. Сейчас приеду. Переписываю определение. Очень скрытое. Такое лицо. Я прошу прощения за мои эмоции, которые я здесь проявил. Но только так можно было вывести этого человека на чистую воду. Так что, что мы и сделали. Парни, вы супер. Дай вам Бог здоровья. Я вообще не знал, что такое есть в Воронеже. Огромное спасибо. Ребята, действительно, профессионалы своего дела. Профессионалы. Раскололи. Звоните им. За пять минут раскололи. За какие пять минут? За минут. За полминуты. Да, Сереж? За полминуты раскололи. Вообще, человека попросили быть якобы водителем. Вообще. Но мы воспользовались тем, что у человека есть ограждение совести. Он все-таки вот совестливый. У него совесть есть. Мы просто надавили на больное. Ребята. Ребята молодцы. Ребята молодцы. Вообще. Слов нет. В общем, по сотрудникам есть какие претензии к сотрудникам? Нет. Никаких. Ну все, слава богу. Сейчас будут оформлять. Сейчас дождемся мы пострадавшего и свидетелей. Сейчас пострадавшего привезут. Ну все, ждем тогда. Ну пострадавший он и есть как бы и свидетели. Ну да. Понимаем, он еще просто травма. Травма, да. Ну хрен его знает. Его сейчас из больницы отпускать не хотели. Я думаю причина другая. Ну я согласен там. Там другая причина. Решали вопросы. Нет, там не решали вопросы. А что там? Там другая причина. А, в смысле он может быть. Не все такие гладкие хошисты. Он может быть что-то не согласился. С ним. С ним? Нет. Там у человека. На них нет страховки. И в принципе. Чем судиться? С утроенок. Может быть он тоже хотел что-то другого. Так вы же сказали, что есть страховка. Я ее не видел. Мне сказали, что она есть электронная. А откуда вы только что сказали? Он сказал, что нет страховки. Откуда вы знаете, что нет? Он сказал, что нет страховки. Он где это сказал? Я не знаю. Я страховку не видел. Сейчас же электронная. Сейчас все на телефон. А еще бывая тему говорят. Если пьяного оформят, страховку не получишь. Бывает такое. На самом деле это все байки. Просто они как бы не любят, чтобы привлекали к ответственности. И потом же еще регрессом страховая компания подаст. На пьяного. На возмещение. Да. Потому что они выплатят пострадавшему ущерб. И этот ущерб возместят потом с регрессом с виновника. Конечно, это двойное наказание. Это самое лучшее наказание. Хочу отметить. Сотрудники полиции правильно оформили место ДТП. Включенные проблесковые маяки и конусы. Пензенские сотрудники дорожно-патрульной службы. Учитесь у воронежских гаишников. В общем, полный бедлам. Он, смотри, он, кстати, головой ударился. Головой ударился? Ну, вон, видишь, там лобовое, смотри. Видишь, головой разбито? Да, головой. Ну, чем он мог идти? Только головой. Вот у него нет никаких же повреждений тот, кто пришел. А там прям нормально всадился головой в лобовое. Поэтому там даже по этим признакам можно сразу сказать, что он не является водителем. А тот, кто придет, собственник Виктор, скорее всего, с разбитой башкой. Друзья, спасибо большое за просмотр. Во второй части, которая выйдет очень скоро, вы увидите неожиданную концовку и развязку всего этого события. Вы будете в шоке. Так что обязательно не пропустите вторую серию. Смотрите нас, подписывайтесь и ставьте пальцы вверх. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok